Мы вас приветствуем, дорогие друзья! Железный трон – трон королей Вестереса и символ верховной власти над семью королевствами. Этот трон, стоящий в тронном зале Красного замка в Королевской гавани, был выкован по приказу эйгона-завоевателя из мечей поверженных врагов. Это очень высокое, неудобное и опасное сидение с торчащими шипами и лезвиями. Бывало, что короли ранили себя о лезвия трона. Король восседает на троне во время торжественных приемов и судебных заседаний. Право подниматься на трон и сидеть на нем есть только у самого короля или в его отсутствии у замещающего монарха Десницы. Длинный прямой меч – традиционное рыцарское оружие, символ воинской доблести. Во время завоевания эйгон I Таргариен требовал от покоренных королей и лордов отдавать ему свои мечи в знак покорности. После крупных военных побед на полях брани мечи павших врагов по специальному приказу короля собирали и отсылали в Королевскую гавань. Так, после сожжения Харенхолла, люди эйгона нашли в замке множество мечей железнорожденных. Из-за жара драконьего пламени они пришли в негодность. Многие были оплавлены, расколоты или скручены. Однако эйгон повелел погрузить их на телеги и отвезти в Королевскую гавань. Точно такой же приказ король отдал после битвы на пламенном поле, где тысячи рыцарей и солдат простора и западных земель сгорели заживо. На этот раз рассеянные по полю мечи были собраны и отправлены в столицу на лодках по реке Черноводной. Эйгон также взял дань мечами Сторхена Старка, преклонившего колено без боя. На этот раз речь была уже о новых мечах, которые не были ни согнуты, ни скручены, ни расплавлены. Весенья Таргариен, заставив покориться Орлиное гнездо, опять-таки без боя, собрала мечи гарнизона. Таким образом, к концу войны был собран большой запас мечей, которые пошли на сооружение трона. Песни утверждают, что на трон пошла тысяча мечей. Его делали кузнецы, а не мебельщики. Их творение вышло достаточно грубым и несимметричным. Балерион, собственный дракон Эйгона, участвовал в этом деле. Его дыханием мечи раскаляли до бела. 59 дней из острых лезвий, шипов и полос металла ковали сиденья, способные убить человека. Первоначально трон был построен в замке Эйгонфорд на высоком холме Эйгона. Эта наспех, построенная в самом начале завоевания, неказистая крепость, раздражала Эйгона. И по его приказу Эйгонфорд снесли, чтобы построить на том же месте более величественный красный замок. Железный трон, слишком массивный для любых перемещений, остался стоять на том же месте, даже когда вокруг него снесли стены и кровлю. Король Эйгон не дожил до начала строительства, когда его наследник Эйнис Таргариен явился в королевскую гавань, чтобы занять престол. Оказалось, что железный трон стоит под открытым небом среди груд земли и щебня. Новый красный замок возвели вокруг железного трона, не сдвигая его с места. Железный трон Железный трон – весьма некомфортное сидение. Поднимаясь по лестнице и даже просто сидя на троне, нужно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться от торчащей лезвия. В глазах вестеровцев такие раны имеют и символический характер. Считается, что трон отвергает тех, кто не достоин его занимать. Видел ты когда-нибудь железный трон? Шипы, полосы, скрученные стали, лезвия мечей, перепутанные и сплавленные вместе. Это сидение не из удобных, сир. Эйерис ранил себя так часто, что его прозвали королем струпьев, а Мейегар, жестокий, был убит на этом троне. Этим троном, если верить слухам, он и был убит. На этаком седалище нельзя чувствовать себя спокойно. Я часто спрашиваю себя, почему они так стремились его занять, этот железный трон? Надеемся, что вам хватило терпения и усидчивости закончить вместе с нами этот рисунок. Желаем вам творческих успехов, а пока, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова